Ночь музеев вышла на улицу. В этом году организаторы постарались привлечь как можно больше случайных гостей акции. Ее участниками стали тысячи горожан. В этом году некоторые музеи начали продавать билеты, но заплатить было за что. Дмитрий Ковалев расскажет о самых интересных выставках в сибирских городах. Из Омска в Москву за несколько секунд Александр Федосеев, студент из Казахстана, вспоминает экспозицию столичного музея имени Пушкина. Там он был недавно, видимо поэтому виртуальная экскурсия впечатления не произвела. Лучше в живую, конечно, лучше в живую. И мне кажется, качество еще не настолько сила совершенства, чтобы быть наравне с живым восприятием. Это знаете для чего, мне кажется, полезно? Если вы занимаетесь или пишете какую-то работу по искусству, то да, эта штука очень полезная в плане того, что там можно прослушать историю картины. Даже на коммерческой выставке работ Никаса Сафронова в три раза больше посетителей, чем в обычный день. Организаторы отмечают, во время фестиваля в музеи приходят молодые люди. Их нужно заинтриговать, поэтому работники музеев разработали специальный квест. Есть уникальные просто вещи, и нам не хочется, чтобы люди мимо них прошли. Поэтому у нас есть квесты, где они не просто ходят по музею, а они ходят с заданием и ищут конкретные вещи. И вот самые такие, которые мы хотели показать людям, они обязательно находят. Подлинники там и Айвазовского, и Репина, и Шишкина есть. Тамичам организаторы предложили практически реальную поездку в старинном вагоне поезда. Здесь с помощью технологии дополненной реальности рассказали о быте переселенцев. О экспонатах посетители узнавали с помощью специального мобильного приложения. В дополненной реальности мы можем воссоздать 3D-модель, где можно посмотреть на нее со всех сторон, увидеть, как она работала в те времена, в которые она была здесь. Это позволяет чуть более глубже окунуться в ту историю, которую преподносит нам выставка. А первый в Кузбассе фестиваль с оленей собрал немного участников. Видимо, делиться фирменным рецептом никто особо не хотел. Мы привезли картошечку в мундирах, даже на месте варим картошечку в мундирах, а с народа все остальное – грибочки, помидорчики, огурчики, все, что можно засолить и замариновать. Ночь музеев перестала быть просто бесплатным поводом попасть на выставки. Теперь это большой всероссийский фестиваль, в котором одинаково интересны картины и выступления уличных артистов. Дмитрий Ковалев и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.